Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью, как интимная жизнь уродует супругов. Печальная новость пришла из Вильнюса. Трагически погибла дочь известной актрисы Екатерины Голубевой Инна Мария Бартайте. Девушка ехала на велосипеде, когда на полной скорости в нее врезался автомобиль, водитель которого находился за рулем в нетрезвом состоянии. Девушка скончалась 7 апреля. Ей было всего 25 лет. Инна Мария родилась во Франции в семье русской актрисы Екатерины Голубевой и режиссера литовского происхождения Шерунаса Барткуса в 1994 году, однако семья не смогла продержаться долго, когда малышке было 5 лет, звездные родители разошлись. Мать девушки Екатерина Голубева часто снималась у европейских режиссеров. Так, женщина была музой режиссера Леоса Каракса, впоследствии актриса стала его женой. Голубеву называли русской Анжелиной Джоли за ее эффектную внешность. По иронии судьбы Голубева играла женщин сложной судьбы, в одной из картин ее героини несколько раз пыталась покончить с собой. Сама Голубева не раз признавалась, что такие съемки давались ей трудно. В одном интервью она рассказала, что на утро после тяжелой сцены могла проснуться с новой порцией седых волос. К большому сожалению, актриса ушла из жизни летом 2011 году на 45-м году жизни. Ее тело обнаружили на станции метро в Париже, совсем рядом с ее домом. Причина смерти до сих пор волнует поклонников артистки, помимо прочего, путаница возникла даже в дате смерти, некоторые издания писали, что смерть наступила 18 августа 2011 года, однако подруга Голубевой заявила, что в свидетельстве стоит дата 3 августа. Есть версия, что тело женщины было перенесено из другого места, однако подтверждения этому нет. И еще одну версию о том, что Голубева злоупотребляла запрещенными веществами, также опровергли близкие друзья. Дочь актриса скончалась так же внезапно, как и ее звездная мать, однако в данном случае причина смерти очевидна, и все же некоторые поклонники видят в смертях двух близких женщин определенную мистику. Обе женщины скончались в самом расцвете сил, причем с разницей ровно в 10 лет. Екатерина ушла из жизни в 2011 году, а ее дочь в 2021. Даты на самом деле вызывают вопросы, но едва ли этой игре чисел есть рациональное объяснение. Напоминаем? Прочитай статью, как интимная жизнь уродует супругов, по ссылке ниже.